В житнице России, Краснодарском крае, сельское хозяйство играет особую роль. И кубанское сельхозпроизводство нуждается в квалифицированных специалистах. На Кубани будущих работников агропромышленного комплекса взращивают уже начиная со школьной скамьи. Одна из самых перспективных форм работы – это летняя агрошкола. Образовательная деятельность агрошколы позволяет ученикам попробовать себя в профессиях сельскохозяйственной сферы. На базе станции юных натуралистов Центра дополнительного образования Славянска на Кубани успешно работает летний лагерь труда и отдыха агрошкола. Здесь те ребята, кто вошел в число учащихся, изучают земледелие, агрохимию, растения и водство, почвоведение, работают на учебно-опытном участке, занимаются обрезкой, борются с сорняками, поливают, рыхлят почву. Они углубленно осваивают теорию и на практике закрепляют материал. Также ребята активно все у нас занимаются, не первый раз посещают агрошколу. Многие из них активно потом занимаются экологией. И зачастую это им помогает, например, как на Краснодарском экологическом центре проводится слет экологов, краеведов и лесничных хозяйств. И небольшие знания по агрономии, по садоводству, по лесоводству, которые у нас мельком пробегают на коротких занятиях, они как раз позволяют им более-менее легче справляться с полученными заданиями на всяких олимпиадах, конкурсах, сельским хозяйством и даже экологией. Учащиеся не только знакомились с различными секаторами, но и смогли применить их для обрезки растений. Наработанный в ходе занятий опыт поможет им в собственном приусадебном хозяйстве. Много среди ребят любителей животных. Они могут обмениваться информацией о своих любимцах. Разве это не интересно? Учащаяся первого лицея Алиса Сверидова души не чает в животных и мечтает о профессии ветеринарного врача. И занятия в агрошколе помогают ей узнать больше в избранной сфере. Например, в среду мы поедем на конюшню, также мы трудимся с утра немного, а потом отдыхаем, узнаем много нового, интересного. Додонов Николай Николаевич, он как бы преподает почвоведение, с насекомыми очень хорошо разбирается, с водой тоже. У нас даже был недавно эксперимент, насколько вода загрязненная. Мы брали экземпляры почвы, еще смотрели, насколько она токсичная. Я уже определилась, что пойду на ветврача, потому что я очень люблю животных, очень люблю им помогать. Поэтому станция юных натуралистов мне очень помогает. Кроме огородной работы, школьники заняты и научными исследованиями. Проводят химические и биологические опыты, подтягивают теорию. Кирилл Денисов из 12-й школы с радостью занимается в летней агрошколе. Он углубленно изучает предметы, которые откроют ему путь к медицинскому образованию. Мы здесь получаем новые знания, также практикуемся. Нам очень интересно рассказывает Николай Николаевич о растениях, о том, как за ними ухаживать, о животных. Также мы часто ходим в планетарий, смотрим документальные фильмы о планетах, звездах. И, в принципе, общение с ребятами тоже очень интересно. Я очень с детства сильно хочу быть врачом общей практики, поэтому вот так вот биологию, химию изучаю. С пользой для развития проходит время в агрошколе. Увлеченные ребята очень рады, что смогли в ней участвовать. Они станут участниками увлекательных экскурсий, увидят отличные фильмы о тайнах вселенной в планетарии космопарка, познакомятся с конным спортом, спортшколе «Изумруд», побывают на консервном заводе, узнают больше о работе ветеринарной службы, наведут чистоту на участке берега протоки. Словом, будет сделано все, чтобы занятия в агрошколе стали яркой и незабываемой страницей летних каникул. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».